Привет, ребятки! Я немного выздоровел, а это значит, наконец-то, у нас ролик про кастанную водянку в моем компьютере. И сегодня я расскажу вам, как мы ее устанавливали, а также покажу сравнение с воздушкой Nocturne NHD15 и много других приколюх, которые происходили в данном процессе. Но прежде чем мы продолжим, я хочу сказать никаких холиваров про ваши AMD, Intel в комментариях. Господи боже, мне так насрать. Я этот процессор купил еще до ваших Фред Рипперов, и он окупился уже сто раз, и окупится еще на годы три вперед еще столько же раз. Так что никаких холиваров. Все, окей. Первое, что я подумал, это, возможно, жидкий металл, который мы устанавливали более двух лет назад, возможно, он там каким-то способом подсох. Я позвал снова Игоря, Игорь пришел, мы разобрали мой i9, сняли крышку, и да, жидкий металл там высох полностью. Возможно, потому что мы изначально добавили недостаточно его. Мы заменили жидкий металл на новый, поставили все это обратно в компьютер, включили, все отлично, и у нас новая температура при полных нагрузках примерно там 85-86 градусов, что уже намного лучше. До этого, если что, у меня уже есть два ролика на канале про жидкий металл, как мы устанавливали жидкий металл в этот i9, и как мы устанавливали жидкий металл в мой ноутбук Razer Blade Pro 17, так что посмотрите, ссылочки будут в описании. В итоге я решил написать ребятам из Ikea Waterblocks и сказал, типа, вот такая ситуация, ребят, сможем вместе что-то придумать, спасти мой i9, чтобы у меня хорошо рендеры шли, и они согласились, и это было классно. Но для начала мне надо было сменить свой корпус компьютера, и я сменил его на Thermaltake TG71, он более-менее просторный, беленький, подходит под комнату, я это сделал, поменял все компоненты, переставил в новый, и осталось теперь ждать новые компоненты для водянки. После всех моих подготовок приехали запчасти, и приехал Рома, который работает в Ikea, и он помог мне все это полностью собрать, и расскажу, как это все было. Итак, что же мы используем в данной сборке? Первое и самое главное, это водоблок Velocity DRGB Nickel Plus Plexi. Мощная тема из топовой линейки имеет подсветочку, ух! Второе, это насос-резервуар XRES 140REVO D5 RGB, и представляете, у него тоже есть подсветка. Еще у нас имеются гибкие трубки DuraClear, фитинги Torque, прямые угловые, отличный радиатор CoolStream PE360, а также жидкость кровавого цвета! И еще по-быстрому хочу отметить, что не было задачи сделать как можно красивее все это визуально и прочее, просто чтобы хорошо работало, был хороший перформанс. Поняли? Все. Все равно у меня компьютер под столом упирается в стенку. Начали мы с того, что мы сняли мой Nocto NHT15, и сразу же прикрутили водоблок. После этого мы сняли мои старые кулера Arctic, и прикрутили новые IKEA Warder S прямо к радиатору. Данные штуковины довольно-таки мощные, выдают 2200 RPM, и, конечно же, имеют подсветочку! Мы прикрутили радиатор к металлической пластине корпуса, уже хотели ее прикручивать на корпус, но тут мы столкнулись с проблемой. Наш радиатор упирался в кулер VRM у материнки, так что мы не могли его поставить. Но, к счастью, в корпусе Thermaltake это было продумано, и были специальные вырезы под болты чуть ближе к краю корпуса. Следовательно, мы просто сдвинули эту пластину больше к краю корпуса, и тогда уже у нас радиатор не касался кулера VRM на материнке. На резервуар с помпой мы прикрутили специальный бракет IKEA, чтобы прикрепить его уже на кулера впереди корпуса. Следовательно, там у нас и будет находиться вся эта тема. Первоначально мы хотели установить это на бочину корпуса, но у нас не получилось, потому что вырезов не было нужных, к удивлению, поэтому мы установили в итоге и спереди. Изначально мы также хотели установить еще более большую колбу, но она на нас просто не влезла к корпусу. После этого Рома прикрутил фитинги, конечно же, к радиатору, к водоблоку и, конечно же, к помпе. Далее пришло время трубок. Рома взял трубки, отмерил их, нарезал их полностью ножницами, закрепил где надо, и вуаля! Да, трубки у нас тоже готовы, в принципе, просто. Если бы у нас были жесткие трубки, мы бы охренели. И следующий момент начался самый волнительный, это то, когда ты заливаешь воду. Ну, лично для меня это волнительно, потому что вдруг брызнет, вдруг минус компьютер, почему бы и нет. А Рома начал наливать эту красную, такую, кровавую жидкость внутрь. Он налил немного и потом включил питание. И оно как зациркулировано! Прямо вот закрутилось, завертелось, конечно же, в этот момент страшнее всего, вдруг где-то протечет. Но, к счастью, все было отлично. После этого мы оставили это все на кручение-верчение, чтобы и вышел воздух лишний и прочее. А сами пошли похавать. Заказать еду мы решили в суши-стор. Я считаю, что там самый адекватный баланс цены и вкуса. Следовательно, я там всегда себе беру. Мы заказали много всего классного. Рома взял себе теплый сет, я себе роллы с лососем, маки с лососем. И есть еще у них крутой такой бургер с креветочной котлетой. Топовая тема, Тоби Эби Бургер, тоже попробуйте. Так что, я хавал и наслаждался максимально, как просто мог. Так что, заказывайте у них. Ссылка, конечно же, в описании. Вернувшись после обеда, Рома подключил RGB провода и все засветилось классно. Водоблок светился, конечно же, резервуар светился разными цветами и кулера. Выглядело это все потрясно и красиво. Собрав полностью до конца компьютер, я решил затестить. Ну что же, что у нас там в стресс-тесте? Что выдает это все? И при первом же стресс-тесте, при нагрузке на 100%, процессор у нас выдавал не более 65 градусов. То есть, разница в 22-23 градуса по сравнению с Noctua NHD 15 воздушкой. Хо-хо! Ну и, конечно, благодаря всему этому стапу у меня больше нет такого волнения, что в какой-то момент там жмыхнет 110 градусов и всему будет жопа. Это, конечно же, все классно, но сначала мне пришлось настроить кулера. FanXpert 4 покрутить и помпу надо было настроить примерно на меньше, чем 30% мощности, потому что иначе она издавала просто страшный какой-то гул. И он раздавался, вибрировал по всему столу этот гул. И у меня голова начала сходить с ума. К счастью, я смог это настроить и теперь все хорошо и все тихо. Вот. Теперь система тихая, не поднимается температура высоко и это очень хорошо. Прошло уже более недели, как я с этой кастомной водянкой IK. И все отлично работает. Никаких сотен градусов у меня, конечно же, больше не наблюдается. Конечно, повысилась чуть выше температура, больше 65, чем тогда, потому что я снизил мощность помпы. Но ничего, в принципе, сойдет. Но если вы подумали, что это все, конечно же, это не все. Потому что я решил пойти еще дальше и сделать Direct Die, используя специальную металлическую пластушку от Derbaure, которая позволяет кристаллу напрямую касаться водоблока, чтобы еще больше было охлаждения, еще лучше охлаждалось. Это даст мне примерно 8 градусов. Но об этом будет уже отдельный ролик, так что ждите. Какой же у нас итог, друзья? Итог в том, что мы получили улучшение в 20-25 градусов. А это огромное улучшение. Просто феноменально огромное. Феноменально. Во-первых, теперь я могу быть уверенным, что мой процессор поживет дольше. То, что мой процессор не сгорит. И то, что у меня теперь всегда будут комфортные температуры для его использования. Я понимаю, что такую систему охлаждения надо было изначально ставить для такого процессора. Но я поставил Noctua на HD15, сэкономил, и вот оно, короче, там все барахлилось в 100 градусах. Для кого же предназначена данная система охлаждения? В первую очередь, это для людей, у кого мощные процессоры, как у меня, которые офигеть, как много тепла выделяют, и нужно мощное охлаждение. Икея, скорее всего, лучше всего с этим справится. Также для тех, кто хочет сделать все кастомно и красиво, подсветочки, водичка, резервуары и прочее, Икея тоже вам даст такую возможность. В итоге я рад тому, что получилось. Самый процессор находится в комфортных для него температурах, нету никаких перегревов, он дольше проживет, и, конечно же, там красиво двигается водичка внутри. Но если у вас менее мощные процессоры, те же i7, i5 и Ryzen 5, то вы спокойно можете покупать себе такой Noctua, как у меня был, так как он спокойно их сможет охладить. А на этом у нас все, друзья. Спасибо, что смотрели данный ролик. Надеюсь, вам понравилось. Заказать продукцию Икея вы можете, конечно же, по ссылкам. Ссылки вот на Икея там в описании. Так что спасибо огромное. Роме, Рома просто беспредельщик, красавчик. Все поставили Лукас Роме, потому что он самый классный чувак. И, конечно же, и, конечно же, ребята, у меня открылся сервер в Дискорде, в который вы можете вступить. Ссылка тоже в описании. Я там нахожусь каждый день в голосовом чате вечером. Так что заходите, общайтесь со мной, если хотите. Вы там можете общаться, играть в игры, фоточки постить свои, фотоработы показывать. Так что заходите, всех жду, подписывайтесь. С вами был Клим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok